This conference will now be recorded. 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 Социально-демографическая характеристика персонала. Например, общая численность персонала, категории персонала, сколько руководителей, сколько специалистов, другие категории, например, линейный персонал. И укомплектованность кадров. Количество лакантных позиций, заполненных позиций. И вопрос остается прежним. Что нам дают эти данные? Представьте себе, что вам надо их проанализировать. Вот вы собрали эти данные. Вопрос, что они нам дают? Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате. Пока ответов не вижу. Но вы, пожалуйста, напишите. У кого какие мысли есть. Не стесняйтесь. Все ответы будут правильными. Потому что это ваше мнение. И мы с удовольствием примем это мнение. Ну, а пока вы думаете над этими вопросами. Что дают эти данные? И можно ли по ним сделать какие-либо выводы? Я вам покажу следующий слайд. Это определение HR-метрика. То есть вот то, что мы с вами видели на предыдущих двух слайдах. Это просто данные. А HR-метрики – это некие расчетные единицы. То есть HR-метрику мы получаем, когда мы рассчитываем из чего-то. Не просто посчитали, сколько девочек, сколько мальчиков. А нужно рассчитать. И вот сейчас у меня вот какой вопрос. Какие из показателей, которые появятся на экране, являются HR-метриками? Этих показателей будет у меня шесть. И напишите, пожалуйста, в чате номера тех показателей, которые вы считаете являются HR-метриками. Так, я вижу, уже ответы у нас пошли. Ага, отлично. Сейчас я прочитаю ваши ответы. Вот перед вами показатели. Здесь есть и показатели, и HR-метрики. Напишите, пожалуйста, цифрами, номерами, какие из них относятся к HR-метрикам. А я пока почитаю чат. Паспорт сотрудника управления притоком, подбором EVP. И сколько представителей X, Y и Z? Поколение, наверное, да, Алексей пишет, работает в организации. Хорошо. Отлично. Итак, по тем показателям, которые я вам показывала, демографические, возрастные и так далее, можно определить это количество. А дальше нам нужно как-то это проанализировать. То есть мы же не просто эти показатели собираем для чего-либо. Значит, надо проанализировать. И я вижу ответ на второй мой вопрос. Какие из перечисленных шести показателей являются метриками? Татьяна считает, что это первый, четвертый, пятый. Екатерина пишет второй, четвертый, пятый. Алексей выбрал первый, четвертый, пятый, шестой. Олеся второй, пятый, шестой. Марина вообще считает, что все. Смотрите, как у нас разнятся ответы. Елена тоже написала ответ. И Елена у нас, видимо, да? Четвертый, пятый. Ага. Ну, давайте все-таки разберемся, в чем разница. Итак, есть просто показатели, которые мы собираем, а есть показатели, которые мы статистически таки даны, которые мы относим к HR-метрикам. Расчетная величина. Итак, первый, второй, третий показатели – это среднесписочная численность компаний, количество сотрудников, прошедших срок испытаний, количество молодых специалистов. Это данные, это просто статистика. Она пока нам не дает никакой такой серьезной информации, ее нужно анализировать. А вот следующий, четвертый, пятый, шестой. Есть у нас такой ответ у кого-нибудь? Нет. Вот все показатели не перечислили. Четвертый, пятый, шестой. Ну, ближе всего, наверное, у Алексея ответ, да? Это средний страж работы в компании. Это надо рассчитывать. Текучесть персонала надо рассчитывать по форме. И стоимость подбора на одного сотрудника тоже надо рассчитывать по форме. Это и есть HR-метрики. А теперь у меня вот какой вопрос. Наверняка вы работаете с HR-метриками. И мне бы хотелось, чтобы вы написали в чате ваши любимые, любые известные вам HR-метрики. Можете написать то, что я указала. Средний старший работа, текучесть персонала, стоимость подбора. А можете указать какие-то свои, о которых вы знаете. Итак, какие вы знаете HR-метрики? Плюс к тому, что уже есть где-то меня на экране. Или если вы ранее знали об этих HR-метриках, то уже, пожалуйста, напишите. Так. Ну, пока вы вспоминаете, да? Я хочу вам показать рейтинг HR-метрий, который разместил портал Работа.ру, по-моему. Да, Работа.ру. Так. Ответы сейчас посмотрю. Нет, пока не вижу ответов. Хорошо. Тогда я вам покажу, какие метрики используются в работе HR-ми. Средняя зарплата по категориям персонала. Алексей предложил. Да, совершенно верно. Это HR-метрика. Все правильно. Вот посмотрите рейтинг HR-метрик. Чаще всего в организации, естественно, замеряют текучесть персонала. Об этом, наверное, все знают. Вот 82% всех отвечающих используются эти метрики. На втором месте движение персонала. На третьем – источники притока кандидатов. Ну, потому что нам надо понимать, где их искать, где наша целевая аудитория. А на последних местах, как это ни странно, показатели ROI, то есть инвестиции, возврат инвестиций на персонал, то есть мы вкладываем какую-то сумму, надо рассчитать, что мы с этого получаем. Не просто тратим на команды образования, на обучение и так далее. Нам нужно понять, имеем ли мы возврат инвестиций. Всего 5% компаний этим занимаются. На втором месте с конца – управление талантами. Сегодня у нас Ксения будет говорить про управление талантами. Посмотрите, к сожалению, какой низкий процент. Это очень важная тема. Всего 7% этим занимается. И движение резервистов. То есть тем, кто занимается кадром резервом. Всего 9%. Ольга, наверное, я вас здесь можно, если можно, прервую и дополню. Вот тут есть один такой момент насчет того, как здесь вот это все считается, как это разбивается на метрике. В современной методологии все-таки управление талантами, оно включает в себя большую часть того, что здесь вынесено в отдельной метрике. То есть движение резервистов, например, коэффициент принятия оффера или эффективность каналов коммуникации – это вещи, которые тоже относятся к управлению талантами, как к количеству доли обученных. Так что тут смотря, как посчитать интерес высокий. Да, согласна. Полностью согласна, что можно с другой стороны подойти, объединить это, и у нас процент немного вырастет. Но, к сожалению, не намного. Спасибо, Ксения, за дополнение. Итак, мы разобрались, что такое HR-метрики и что такое просто статистические показатели. Второй вопрос – как использовать бенчмаркинг в HR-аналитике для того, чтобы работать с HR-метриками? И я хочу вам показать один кейс, который мы разбираем в том числе и на наших занятиях. У нас есть отдельный курс по HR-аналитике. А кейс заключается в следующем. И я сейчас вам все это покажу, как это происходит. Задача такая – мне потребуется тоже ваш ответ. Надо определить эффективность HR-службы в разных компаниях холдинга. У нас холдинг. Есть отдельно retail, супермаркет. Есть отдельно ресторан. И есть отдельно производство, типография. Для того, чтобы определить, где HR-служба лучше работает, нам нужны, естественно, данные. Статистические данные. Мы их собираем. И вот, что у нас получается. Мы используем эти данные, в том числе и HR-метрики. И у нас, получается, вот такие цифры. Отдельно по retail, по ресторану и по производству. Теперь вопрос, собственно, к вам. Напишите, пожалуйста, какая из этих организаций, судя по этим цифрам, успешнее всего работает. То есть, где HR-служба работает наиболее экономно, оптимально и показывает наиболее высшие результаты. Можете просто по цифрам написать retail цифра 1, а ресторан цифра 2, а производство цифра 3. Ксения, как вы считаете? Может быть, у вас есть какое-то мнение? Ну, на самом деле, вообще не надо считать. Мне кажется, эффективность HR-службы совокупно. Наверное, нам все-таки надо процесс на модели считать отдельно. Спасибо. Ксения, видите, такое особое мнение появилось. И, в общем-то, оно правильное, потому что, вот, замечательно. Есть ответ от Алексея, retail от HR не зависит. Там текучка. Елена пишет, смотря что брать за целевое значение. Хорошо. Ну, по поводу того, что текучесть персонала не зависит от HR, наверное, я бы не сказала, потому что ответственность все равно есть на речале, да? Вот. Татьяна выбирает второе, то есть ресторан. Спасибо. И я соглашусь с тем, что... Ну, вот у меня есть вопрос на экране. Самая низкая текучесть, потому что... Татьяна. Татьяна выбрала один параметр, пятый, коэффициент текучести персонала. И по этому параметру определила, да? То есть подходы могут быть разные. И у меня вопрос. Достаточно ли вот этой информации, которую мы имеем, для определения эффективности HR-службы в разных компаниях холдинга? И на этот вопрос вы правильно ответили. Вот Елена сейчас отвечает. Что нет, этой информации не хватает. А какая же информация нам еще нужна для того, чтобы понять, кто лучше работает? А нам нужно, во-первых, сравнение с другими компаниями. Правда? Потому что нам надо понимать, что на рынке происходит. А нам нужны внешние факторы. Потому что вполне возможно, что сейчас... Ну, вот мы знаем, что происходит в связи с коронавирусом. И многие бизнесы терпят убытки. Это внешние факторы. И, например, стратегии организации. Вот если мы берем коэффициент текучести персонала, например, по этому коэффициенту будем отслеживать, то нам нужно понимать, что на рынке делается, какие внешние факторы играют роль и какая стратегия организации. Может быть, вот в этом случае, там, где ритейл и высокий уровень 47,9, вполне возможно, что стратегия организации идет на сокращение численности из штата. Например, мы решили закрыть несколько магазинов. Тогда некорректно будет, наверное, сравнивать с другими показателями присущими здесь, потому что совершенно другая стратегия. Итак, есть два вида бенчмаркинга, с кем мы можем сравнить. Мы можем сравнить самими собой, это внутренний бенчмаркинг, рассчитанный на другой период, предыдущий период, и внешний бенчмаркинг, когда мы сравниваем данные нашей организации с данными организациями наших, например, конкурентов. Ну, и вот, например, мы берем уровень текучести по отраслям по данным исследования Антабы. Видим вот такую картинку. Вот они, три наших компании. Розичная торговля 48, а у нас 47 было, 9, по-моему, да, то есть меньше даже, чем средиземночная. Гостиничный бизнес 26 и промышленность 15%. Таким образом, мы все это сводим в единую таблицу, то есть то, что у нас уже было, вот он, коэффициент текучести персонала у нас имеется, да. Мы берем показатели внешнего бенчмаркинга и внутреннего бенчмаркинга и сравниваем. Вот что у нас получается. Это то, что у нас имеется, а это показатели по внешнему и внутреннему бенчмаркингу. И мы видим, что, например, ритейл, который нам показался с высокой текучести персонала, выглядит зеленым по сравнению с рынком. Но по сравнению с предыдущим периодом текучесть персонала увеличилась ненамного, но вот на 0,4% она увеличилась. Ну и так далее. Вот таким образом мы все это сравниваем. Вот так работает HR-аналитика. То есть HR-метрики нам нужны не сами по себе, а для того, чтобы анализировать, что делать дальше. Если стратегия нашей организации на снижение, например, текучести персонала, тогда мы это отслеживаем и думаем, каким образом, что предпринять для того, чтобы снизить текучесть персонала. Если остались вопросы ко мне, пожалуйста, задавайте. У меня подошло время для того, чтобы передать слово Ксении. И, Ксения, может быть, вы сами, наверное, представите, да? Правильнее. И мы переходим к вопросу третьему управлению опытом сотрудников и аналитик автоматизма. Пожалуйста. Да, Ольга, пока надеюсь, что вы мне придадите право что-нибудь показывать. Пока я покажу просто себя. Меня зовут Ксения Глашкина. Я работаю в компании Будет, и мы занимаемся и аналитикой, и автоматизацией управления персоналом. Лично я в компании руковожу отделом бизнес-анализовое управление продуктами. То есть я занимаюсь созданием наших новых продуктов. Большая их часть связана с HR. Я дала вам право, понимаете? Да, я прямую, пока, да. Вторая часть как раз связана, собственно говоря, с аналитикой. Вот мы сегодня здесь с вами собрались для того, чтобы я немножко рассказала о том, чем мы занимаемся. Для меня, я вам честно скажу, 20 минут – это очень мало, потому что я могу рассказывать много и долго о том, как сейчас действительно в современном мире в больших крупных компаниях все это устроено. Я так немножечко расскажу, наверное, про нашу компанию в целом. Мы небольшая группа компаний, которая входит в очень большой IT-холдинг Lanit. И мы вообще на рынке в разных ипостасиях существуем последние 15 лет. И вот последние 5 мы занимаемся исключительно разработкой российских продуктов, собственных продуктов, помогающих очень крупным компаниям управлять персоналом. Это прям совсем огромные компании, это «Почта России», это «Пятерочка», это «Лукойл», это вот примерно такого размера ребята, которые вместе с нами как раз занимаются и автоматизацией своих процессов, и аналитикой того, что в их процессах происходит. Вот. Ну и сегодня я перед вами выступаю в том числе потому, что мы нанимаем новых людей, и мы любим людей, которые приходят к нам студентами, которые приходят к нам для того, чтобы менять профессию. Мы с радостью берем их на стартовые позиции. Это и бизнес-аналитики, и тестировщики, и дата-инженеры, и разработчики. Мы будем рады принять ваше резюме. Вот тут внизу есть моя почта, можно на нее писать. Я не всегда, может быть, быстро отвечу, но я постараюсь, в общем, все обработать. Буду очень рада с вами с разной стороны поговорить. Вот. Давайте тогда мы с вами прям начнем с тем, чтобы я рассказала о том, как это все происходит, работает у нас. Здесь еще раз видно мою почту, можно ее заскринить. Даже если вы посмотрите это видео на YouTube спустя года, пожалуйста, имейте в виду, что мы, в общем-то, ведем набор практически постоянно. Всегда рады с кем-нибудь поговорить об этом. Поэтому пишите. Вполне возможно, у нас будет для вас какое-нибудь интересное место. В чем мы все-таки делаем? Наш продукт, один из наших продуктов называется Rostalent. И эта платформа, которая, тут красиво все сказано, знает все о сотруднике и формирует цифровой парафель на каждом этапе его развития. Это как раз и есть авторизация управления опытом сотрудника. Вообще опыт сотрудника – это на самом деле довольно старый термин. Он появился прямо первый раз где-то еще в 80-х годах. Но вот недавно его снова подняли на флаг. Что такое опыт сотрудника – это как раз вся совокупность его впечатлений по аналогии с клиентским опытом, который в маркетинге все используют уже, мне кажется, последние лет 10 как минимум активно. Когда мы говорим о том, что когда мы что-то покупаем, когда мы обращаемся к какой-то услуге, на наше решение, на наше желание вернуться в это место, с этим местом взаимодействовать, с этим магазином или с этим интернет-сайтом. Вот на наше желание влияет весь наш опыт. То есть не только наша возможность непосредственно заказать товар или купить услугу, но и, опять же, как нам обнялся продавец, например, насколько приятно пахло в магазине, как выглядели витрины и насколько приятно или назойливо вел себя человек, который после этого позвонил нам по телефону и спросил, как нам понравилось, бывать тут или нет. Вот, собственно, с работниками ровно та же история. Сейчас во всем мире среда очень высококонкурентная в борьбе за квалифицированных специалистов, а у квалифицированного специалиста, что нам ковид прекрасно доказал, у него есть масса возможностей работать удаленно. Когда ты работаешь удаленно, это значит, что ты можешь, в принципе, работать на любую компанию в любой точке мира, если у тебя не хватает знания языка. Это значит, что каждая компания теперь сравнится практически со всем миром, со своего работника, и это неизбежно влияет на то, что мы должны за них бороться. И технологии нам в этом плане помогают, потому что мы сейчас можем практически все, очень многое про каждого человека индивидуально узнать и простроить для него какой-то трек в компании, который для него будет максимально комфортен, а для нас максимально удобен. Наш опыт с работником начинается с момента, когда мы его ищем, с момента, как мы выбираем правильного человека для нас на правильную позицию и даем ему возможность откликнуться на наши вакансии. После того, как человек к нам приходит, у нас начинается процесс адаптации, причем сейчас адаптация часто начинается еще до того, как мы заключаем трудовой договор, потому что еще в тот момент, когда мы подписали очередь, согласовали, что человек действительно к нам выйдет, мы уже обычно стараемся поделиться с ним какой-то информацией о компании, о тех задачах, которыми мы будем заниматься, как минимум информация о том, какие документы нужно собрать или, может быть, пройти на досмотр, прежде чем выйти на работу. Это называется преонбординг. И вот мы так и начинаем процесс адаптации, потом постепенно вводим, уже когда человек заключает с нами договор, он начинает сместить на рабочий день, мы должны поставить ему цели на период его воспитательного срока и дать ему человека, который ему поможет или какой-нибудь материал, который ему поможет. Это может быть книга новичка или это может быть какой-то адаптационный портал или, может быть, это огромное количество мануалов, которые нужно прочесть для того, чтобы заниматься своей работой. Это может быть наставник. В общем, здесь есть множество сценариев. Когда человек у нас с вами адаптировался, когда прошел свой испытательный срок, следующий шаг, с которым мы обязательно проходим, это постановка целей. Так или иначе, да, это может быть KPI, который, если он топ-менеджер или если, наоборот, он работает в массовом персонале, это может быть прям четкая какая-то измеримая показатель, который у него все время одинаковый. Он отвечает за выручку, он отвечает за продажи или за количество бухгалтерских транзакций, которые он проводит. Если этот человек где-то посередине между массовым персоналом и топ-менеджером, то, скорее всего, у него будут какие-то более абстрактные цели. Ну, это может быть закончить какой-то проект или какой-то этап проекта, это может быть улучшить какой-то показатель или удержать его на каком-то значении. Если мы с вами поставим сотруднику цели, то мы должны составить у него и план развития, план развития компетенции этого человека для того, чтобы он просто, как в Алисе стране чудесно, нужно бежать, чтобы... А, это лезь не зеркально, по-моему. Да, нужно бежать, чтобы оставаться на месте, то есть нам нужно постоянно учиться и для того, чтобы просто выполнять наши обязанности. И уж, естественно, если мы хотим карьерно расти, здесь компании помогают людям это сделать, как составить план, чему я буду учиться и для чего я буду это делать, так и подобрать те курсы, которые человеку подойдут. Вот. Это непрерывные процессы, да, естественно, это выполнение поручений руководства и регистрация этих поручений, да, и регистрация тех достижений, которые у сотрудника возникают. Получение признания в современном мире, просто со сменой поколений люди ожидают все более и более частого фидбэка. Если раньше, несколько поколений назад, нашим бабушкам и дедушкам хватало того, чтобы отработать несколько лет в организации, прежде чем получить свое первое благодарственное письмо, то сейчас современный, там, 20-летний студент, который проходит к нам на работу, хочет, чтобы его похвалили, так и так, хотя бы раз в день, да, дали ему обратную связь, и ничего плохого в этом нет, просто поменялись, опять же, технологии, поменялись привычки, и под это также меняется чар автоматизация, меняются сами процессы, мы постараемся обеспечить вот это признание для коллег, для сотрудников. Вот и с другой стороны, точно так же, это то, что необходимо руководителям во все времена, очень важная задача в современном учае это рассказать руководителю, а что вообще происходит с твоими работниками в контексте производительности и вовлеченности. И тоже весь тренд, который сейчас происходит в современной взрослой чар аналитике, это тренд на то, чтобы измерять вовлеченность не раз в год при помощи огромного опроса на 80 вопросов, которые никто не проходит, а измерять вовлеченность иногда косвенными методами, да, за счет замера каких-то данных, либо прямыми, но короткими опросами, которые зато происходят часто. И производительность тем более, конечно, лучше измерять не за счет того, чтобы спрашивать людей о том, производительный ты или нет, а все-таки за счет измерения конкретных показателей, которые с этим людьми связаны. Вот это, безусловно, управление мотивацией, то есть если мы поняли, что человек у нас низко производительный, низко вовлеченный и скоро перегорит, нам нужно помочь ему, может быть, да, все-таки эту свою производительность повысить, для этого нам нужно показать ему правильные цели, это не обязательно те огромные глобальные цели, которые мы перед ним поставили на длительный срок, это может быть понятная простая геймификация, это может быть какая-нибудь просто изложенная схема кремирования или сложная-сложная схема кремирования. Другой вариант, да, если у нас человек, опять же, где-то не дотягивает, или наоборот, у него есть потенциал, и мы хотим его продвинуть, ему нужен наставник, да, тут нет, и не обязательно руководитель, кто-то, кто будет с ним работать на регулярной основе, поможет ему развиться, ну и, естественно, это оценка людей, для того, чтобы понять, кто у нас лучший, кто худший, кому нужно подтянуться, где ему нужно подтянуться, как мы этим людям поможем, примем ли мы какие-то решения относительно них и их карьерных примещений и повышения зарплат. Вообще, вот вся вот эта вот история, она в здоровом каком-то таком идеальном мире, наверное, должна была бы просто происходить между любым работником и любым руководителем, но в России так не всегда получается, потому что, ну, наша культура менеджмента, она редко предполагает такую вот плотную работу с подчиненными, да, и какие-то более сложные концепции, чем кнут и пряник, вот, ничего такого в этом страшного нету, у людей разные способности к менеджменту, разные вообще уровни интереса к менеджменту, а менеджеры нам нужны, поэтому не все они зрелые, вот, поэтому нам нужен какой-то вспомогательный инструмент для этого. Был период, когда в качестве вспомогательных инструментов выступали HR-бизнес-портеры, так называемые, да, это специальные люди, которые придут к руководителю и скажут, у тебя там есть кто-то, кто перегрелся и пересидел, слишком долго сидит на должности, кто-то, кто переплачен, мы ему платим больше, гораздо больше рынка, непонятно, почему мы это делаем, кто-то, кто абсолютно перегорел на своей позиции, перестал вовремя приходить на работу. Ну, HR-бизнес-партнеров тоже на всех не хватает, нужны системы, которые будут это делать за HR, за руководителя, которые вовремя придут к руководителю, вовремя скажут ему, посмотри, у тебя что-то идет не так, посмотри, у тебя есть люди, которые не выполняют свои цели, у тебя есть люди, которые перестали что-либо делать. Тут у меня еще, да, повышение, ротация. Да, ну вот для того, чтобы вот это сделать, мы собираем много всякой разной информации как раз по человеку, да, это и резюме, это и результаты его тестирования, это то, что мы ведем про него в кадровой системе, которая, естественно, никуда не девается, да, это данные производственных систем, это вот здесь показаны еще наши партнеры, компании ИВА, которые занимаются обработками структурированных данных, они там анализируют почтовые переписки, в частности, да, какие слова человек употребляет, насколько часто и с кем он общается по почте. Мы собираем в себя данные всяких тестов, которые человек проходит на внешних платформах, результаты опроса увлеченности, которые тоже могут проходить у нас, могут проходить на внешних платформах. Мы отслеживаем, как он ходит на работу, мы отслеживаем, как он выполняет или не выполняет свои цели, проходит обучение, собираем это все для того, чтобы как раз формировать вот эту здоровую HR-аналитику, и это все собирается в цифровой прогресс сотрудника, в которой разные зоны этого профиля, могут видеть разные люди, что-то работник может увидеть себе сам, что-то видит только руководитель, например, какие-то сравнения, да, там, заработная плата выше среднего у тебя или ниже среднего, это работник не знает обычно. Что-то видит вообще только HR-специалист наоборот, да, если, например, работник выражает интерес к тому, чтобы покинуть своего руководителя и ротироваться, переехать куда-то внутри группы компаний, мы это покажем только HR, руководителю рассказывать об этом не будем. Мы собираем вот такой цифровой профиль работника, в котором рассказываем все, что с ним происходит, мы собираем профиль его компетенций, появление этих компетенций, то есть как часто он пользуется теми или иными знаниями, навыками, которые у него есть, да, какие-то у него отмирают все время, потому что то, что мы умели три года назад, если мы это не применяем, больше оно, к сожалению, у нас, наверное, не актуально, потому что у нас просто потерялся навык, или есть какие-то вещи, которые мы применяем регулярно, у нас открытые каталоги компетенций в нашей системе, это позволяет нам при появлении новых каких-то навыков сразу это отслеживать и в том числе рассказывать HR о том, что теперь у нас появились люди, которые массово ходят на Python, и вот как сейчас обычно происходит, всем прочее происходит на Python, и это оказалось страшно важным для всех. Мы собираем такие же данные для того, чтобы собрать это все для руководителя профиля подразделения и рассказать о том, что в подразделении происходит между разными, разными путеворьями персонала, как... Тут довольно большая история и про отпуска, и про отсутствие присутствия, и про... Вот у нас есть история с награждением или подбором кандидатов на награды. Это тоже часть вот этого формирования профиля и цифровой аналитики. Как видите, здесь это уже не статистика в формате у нас в компании в среднем, там, у человека оценка эффективности B. Вот это конкретная аналитика по конкретным людям, по конкретным подразделениям, по совершенно конкретным объектам, которыми мы знаем или можем предположить, что конкретно мы будем делать для того, чтобы показатели изменить в лучшую сторону. Ну вот, собственно, для руководителя есть краткие такие представления по его команде, о том, что с ними происходит, краткие справки, сколько этот человек у нас работает, на какой ставке он сидит, что у него там с деньгами. Вот. Есть вот такой вариант аналитики, который тоже сейчас, наверное, один из самых острых вообще. Это вариант представления в виде ленты событий для руководителя, когда мы уже привыкли к этой форме потребления информации в социальных сетях, когда открываешь ленту Facebook, и на тебя сваливаются посты, которые люди про себя написали, события, которые наступили, там, что-то, что вы сами постили три года назад, приятные воспоминания. Вот так же работает наша лента, она тоже собирает для руководителя в реальном времени, что же сейчас происходит. Достижения, которые работники по себе зарегистрировали, уведомления от системы о том, что работники, например, не выполняют свою цель или кто-то просрочил поручение. Это уведомления о том, что кто-то запросил себе корректировку цели или кто-то задекларировал, что есть какой-то риск достижения цели, он застрял. Все это приходит сюда, собирается лент руководителя, он может в таком виде на все это посмотреть и увидеть. Здесь еще довольно много всего того, что я могу про систему рассказывать и показывать. Наверное, мне бы хотелось дойти где-нибудь ближе к концу. Я примерно сказала про поручение, про карьеру. Да, одна из историй тоже с аналитикой. Это как раз подбор для работников целевой позиции. Какие-то компании выбирают строить карьерные лестницы жесткие, которые, опять же, популярны в том же самом ритейле. Понятно, что если ты прошел младшим продавцом, твоя следующая дорога – это продавец, следующий шаг – это старший продавец. Опять же, если ты белый верхничок, то у тебя совершенно не обязательно такая прозрачная карьерная дорога, и компании бьются, выбирая между двумя тактиками, либо какую-то конкретную карьерную лестницу строить. Это удобно. Мы тогда можем, например, особенно младшим позициям четко рассказать, кем ты станешь, когда вырастешь. Или, наоборот, исследовать на базе данных переходов, на базе совпадения компетенций, какие на самом деле переходы случаются. Иногда инсайты бывают совсем удивительные, потому что иногда оказывается, что есть подразделения, которые, казалось бы, формально занимаются чуть разными вещами, но на самом деле переходы между ними случаются часто, и компетентностная картина у них похожая. И мы можем также это показать, и самому работнику, то есть рассказать ему, что тебе нужно, какие действительно компетенциями. Не просто компания простроила для себя модель о том, какие компетенции должны быть на этой позиции. Мы знаем конкретных людей, которые на этой позиции стоят, и мы знаем, какими действительно компетенциями они пользуются. И вот такие тебе и надо развивать, чтобы стать, например, руководителем проекта или ведущим аналитиком. Естественно, мы пользуемся инструментами опросов тоже. это классический способ включая что-то узнать про человека. Иногда его нужно просто спросить. Это тоже неизбежно. Ну и, естественно, все, что мы там про человека собрали, является основой для того, чтобы запускать подбор. Потому что, в принципе, руководитель, он мыслит через идею того, что от нас ушел Вася, я хочу такого же, но только чтобы он там знал Python или писал сложные запросы на SQL. Вот, базируясь на профиле прошлого работника или прошлой вакансии, руководитель создает новые, описывая тоже в кратких тегах для рекрутеров, что же мы действительно от человека хотим. Ну и пространство HR-аналитики в классическом понимании HR-аналитики, как большого-большого набора, даже бордов, рассказывающих про то, что происходит в компании, в разных ее подразделениях, в разных разрезах ее функциональных. Все это, конечно, мы тоже умеем делать, но, наверное, даже уже не считаем чем-то сверхинтересным. Хотя, ну, если вы хотите заниматься именно BI-аналитикой, вы хотите строить, вы хотите копаться в огромных объемах данных, вы хотите создавать дешборды, приходите к нам. У нас есть большое направление аналитики, которое вообще даже не только про HR, и там можно очень много чего поделать, чтобы получались такие красивые и полезные графики в итоге. Это не все, что мы делаем. У меня осталось буквально как раз пять минут, и за это время я успею рассказать про самые удивительные варианты аналитики. Мы используем технологии машинного обучения. у нас есть цифровой киоск, который узнает человека в лицо. Это популярная история для ритейла. Когда ты к нему приходишь, он узнает тебя, записывает, когда ты пришел или когда ты ушел, определяет, что ты живой человек, что ты не фотография, ты не видеозапись, ну, и заодно задает тебе как раз какой-нибудь короткий опрос, в котором ты можешь сказать, как у тебя настроение, вообще вовлеченный ты или нет, радостный, нравится тебе в компании или не очень. Это тоже, на самом деле, HR аналитика. А есть вот такая HR аналитика, как вы видите слева. Это тоже она. И это тоже наше решение. Оно взяло несколько лет назад приз съезды HR директоров России. И это геймификация. Она тоже работает у нас в ритейле. И все, что вы здесь видите, вот этот человечек, мы ее зовем обычно Василиса, правда, тут почему-то Рэйчел, но она обычно у нас Василиса в наших разговорах. У нас много таких барышей и младых людей, которые являются аватарами сотрудников наших клиентов. Они растут, развиваются, одеваются в броню, как вы видите, сражаются друг с другом, зарабатывают амулеты, растят своих питомцев и садики. И все это происходит, потому что они выполняют реальные задачи от бизнеса. Они за это получают свои награды или награды в виде. Прямо в течение он сделал продажу и через пять минут, не позже, чем через пять минут, к нему приходит уведомление. Ты получил свой горшочек золота, или ты получил сказочного какого-нибудь медведя за то, что ты выполнил задания. Задания там тоже изложены очень простым таким языком в духе продай 15 айфонов или 20 чемоданов за месяц определенной марки. Но для того, чтобы такие задания сделать настолько простыми, работает очень сложная система декомпозиции вот этих задач из сложных-сложных планов, которые нам, которые у заказчика есть на входе, вот у него есть система, по которой он декомпозирует прямо до конкретных, вплоть до конкретного человека вот эти задачи и награды за выполнение этих задач. Ну и естественно потом по мере выполнения заданий можно заработать и премиальную валюту тоже, которую люди выводят а потом опять обратно в реальные деньги. Вот в таком виде это тоже на самом деле является HR-аналитикой. Раньше, до того, как у наших клиентов появилась эта генификация, у них была типовая проблема такого сложного консультационного ртейла, когда у тебя есть огромный там талмуд каждый месяц, который выпускается, в котором написано, что ты должен делать, чтобы получить свою премию. Ну, как вы понимаете, вероятность того, что 20-летний продавец этот талмуд прочитает, она практически милевая и скорее всего он просто на эту премию рассчитывать не будет или будет воспринимать ее как лотерею. Ну, вот здесь у него все изложено в очень понятной форме. А для руководителя с той же стороны, для директора магазина у него та же самая информация с рейтингом не совсем, она представляется уже в таком понятном бизнесовом виде, но на самом деле про то же самое, про то, как люди выполняют свои показатели. Кажется, я... А, ну здесь мы еще умеем умеем расставлять людей по сменам, это тоже важная часть того, что мы делаем, и это тоже алгоритм машинного обучения позволяет нам это сделать. Я уложилась прямо во время. Я думаю, что если кто-то захочет остаться, мы можем немножко поговорить еще 15 минут о том, если у вас есть какие-то вопросы. но самое для меня главное, чтобы вы увидели, что для того, чтобы делать такие штуки, нам нужно довольно много людей, и мы с радостью рассмотрим ваши резюме, если мы что-нибудь пришлете. Есть ли у нас с вами вопросы? Спасибо большое, Ксения, было очень интересно, у вас действительно очень интересная кисть. Я правильно понимаю, что это какая-то отдельная программа, да? Вы сами создали эту программу или на базе какой-то другой платформы? Да, это полностью наша платформа. Всего, что я сегодня показала, это то, что делается нашей компанией инструментами, которые разработаны в нашей компании либо на open-source технологиях. Все это полностью российское, абсолютно. У нас есть планы по выходу на западные рынки, но это прямо такой один из российских продуктов, которым можно, правда, гордиться, который на мировом уровне очень хорошо становится. А скажите, а можно приобрести вашу программу, если вдруг кому-то это будет покажется интересным? Можно, но я вам, честно, коллеге скажу, что обычно наш клиент начинается где-то с двух-трех тысяч сотрудников. Ну, вполне возможно, что у нас будут такие слушатели, и потом кто-то будет смотреть наш вебинар записи, и вполне возможно. Обращаться можно к вам, я правильно поняла? Да, здесь есть адрес, на этот адрес точно можно писать, и с вопросами покупки, и с вопросами работы, со всем чем угодно. Мы постараемся на все отличие. Спасибо. А у вас есть какие-то ограничения по возрасту, например, или по полу? Мы прочитаем людей от 18 лет. Да, мы никого не дистерминируем по полу. Мы, к сожалению, не можем нанимать людей, которые не являются гражданами России и не имеют в виду на жительство. Мы стараемся всех нанимать в белую. Но при этом, из хорошего, мы с радостью нанимаем студентов, которые первые несколько лет своей работы будут у нас работать, может быть, не полный рабочий день. Это, безусловно, не про 10 часов работы в неделю, это где-то про 20-30 часов работы в неделю. Но мы вполне себе на это идем. Особенно, если у вас есть желание такое, что после того, как вы окончите вуз, вы останетесь с нами. Вот у нас есть такие ребята, у нас много таких выросло. Проходите. Спасибо. А если приду, допустим, я к вам? Я уже на пенсии и хочу, допустим, у вас работать. Вы будете рассмотреть мою кандидатуру? Что мне для этого нужно? Чтобы мы рассмотрели кандидатуру? Если вы взрослый специалист, который уже в HR работает давно, я к вам посмотрю. Мне будет очень важно, чтобы вы знали, как устроены современные чары. Обычно это достигается либо работой в какой-нибудь крупной развитой компании, либо чтением большого количества источников на английском языке. если вы хорошо в этом разбираетесь, то я с удовольствием вас приму. Но, к сожалению, мы не успеваем, у нас очень высокий темп работы, мы не успеваем переучивать людей, у которых есть сложившееся представление о реальности. С этим нам сложно бывает. Но все-таки надежда у меня есть. Я правильно понимаю? Безусловно. У нас есть взрослые, очень классные специалисты, которые к нам, например, пришли вообще не из нашей сферы, пришли, бились. У меня у одного такого недавно перехантила очень-очень крупная международная компания. Вот он пришел ко мне менять профессию. Вот. Вырастила, в общем, на свою голову. Спасибо большое. Давайте посмотрим наш чат. Алексей написал нам минут 20 назад вот какую реплику. Может, наши дедушки писем благодарственных и не получали, но они получали бесплатные квартиры и путевки. Ну, я думаю, что это просто комментарий, наверное, собственное мнение. Ну, если у вас есть... Слова Алексея у нас в наших крупных организациях, не во всех, ну, например, я знаю, что такие программы есть в РЖД, такие программы есть в Газпроме, такие программы есть в Блокойле. Там есть программы, когда сотрудники получают льготную ипотеку, иногда даже бесплатные квартиры. И речь идет не о топ-менеджменте. Такие программы существуют, просто теперь, к сожалению, они все переведены на корпоративный уровень. Ну, как вы понимаете, у нас поменялась политика государства, у нас теперь капитализм, мы вынуждены пожимать его планы. Ну, я надеюсь, что наш капитализм все-таки с человеческим лицом. Да? Не самый худший вариант. Стараемся. С нами, кстати, с большим интересом работают и государственные структуры. Мы у нас в аналитике мы вообще много где с государством работаем, но и вот на HR на нашем тоже внимательно смотрят, потому что есть такая тенденция тоже работать и с госслужащими по-человечески. Спасибо. По-человечески. Это правда. Ну, вот Маргарита нас уже благодарит, пишет большое спасибо, очень интересно. Коллеги, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте Ксении, мне, пишите в чате. Ну, а если вопросов нет, я делаю мхатовскую паузу, выдержу, наверное, да? Мы пока отключаться не будем, еще минуты 3-5 подождем, может быть, вы формулируете свой вопрос. Ну, а основную часть мы заканчиваем сейчас. Всех благодарим за участие. Напоминаю, что я сейчас приму право управления, покажу свой слайд. Напоминаю, что запись нашего вебинара будет вам доступна на YouTube. И кроме того, я... Да, вот благодарности у нас идут, как приятно. так, вот, я принимаю право ведения презентации. Так, вот. И напоминаю, что запись будет у нас размещена по этой ссылке. Презентацию свою я выложу в личном кабинете. Если Ксения пришлет свою презентацию, я также выложу в вашем личном кабинете. Вы сможете пользоваться этой информацией. Ну, а мы с вами прощаемся. Информация контактная на слайде. Всем большое спасибо. Благодарю за внимание. Продолжение следует...